В Управлении Верховного Комиссара ООН по правам человека заговорили о преследовании мусульман-уйгуров в провинции Синьцзянь, оккупированная Китаем территория Восточный Туркестан. В заявлении говорится, что ООН располагает достоверной информацией о том, что более 1 миллиона этнических уйгуров в Китае содержатся в месте, напоминающем огромный лагерь для интернированных, информация о котором содержится в секретности. Об этом пишет агентство Reuters. Как рассказала член Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации Гэй МакДугал, 2 миллиона уйгуров и других представителей мусульманских меньшинств находятся в политических лагерях для перевоспитания в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе. В беседе с корреспондентом Хабархо, глава одной семьи из Синьцзяня, на данный момент проживающей в Монголии, на условиях анонимности рассказал, что они не чувствуют себя в безопасности даже за пределами Китая и постоянно находятся в страхе, опасаясь преследования со стороны китайских представительств. Ведь среди уйгуров является общеизвестным, что китайские дипломаты замешаны в использовании дипломатических связей для депортации политических беженцев обратно в Китай из той или иной страны. Эксперты отмечают, что данная проблема поднимается в ООН совершенно не по причине их искреннего желания заступиться за угнетенное уйгурское меньшинство, ведь преступления китайских оккупантов в отношении уйгуров продолжаются уже достаточно долго, но на Западе это никогда никого особо не заботило. На самом деле, заявление ООН стало лишь очередным рычагом в торговой войне, которую начали против Китая США путем введения дополнительной многомиллиардной пошлины на товары из Китая. Но давайте скажем, что мы имеем 500 с Китай, но мы имеем 800 в целом.